Приветствую вас, аноним. Давайте разберем запрос, который вы написали. Вряд ли я буду оригинален полностью в том, что касается вашего запроса. Особенно если учесть, что сам вопрос вы не задаёте в своём тексте. Вы просто хотите получить совет. Вот и это создаёт абсолютно ненужный диапазон направленности ответов вам. И это создаёт ощущение, что скорее всего саму проблему вы решать не особо-то хотите. свою. А ныне, я бы выделил в вашем тексте несколько основных моментов. первое это идеализация девушки. Второе это специфическое отношение к сексу. Четвёртое или третье это неуверенность в себе. да, ну вот какое-то сравнивание себя. Следующий момент это собственно говоря мораль. То есть вот некие ограничения. Вот. Ну и конечно же ревность. Конечно же ревность. Вам необходимо понять, что у вас присутствует чувство собственничества по отношению к своей девушке. Что безусловно обесценивает и её и вас. Вам необходимо понять, что у вас неустойчивое представление о самом себе. Раз такая ситуация способна вас задеть. Ну вот. И соответственно вам требуется личностный рост. для того чтобы нивелировать всю эту негативную историю. А также я бы сказал что вы немножко не туда смотрите говоря о проблемах девушки. Говоря о проблемах девушки. Говоря о том, что у неё там проблемы в семье. Может быть у неё и есть проблемы в семье. но то что вы пишете этот вопрос то что вы его озвучиваете то что вы озвучиваете своё беспокойство это проблемы у вас. Это проблемы в вашей семье. Это проблемы с доверием в вашей семье в первую очередь. Это проблемы с принятием вашей семье в вашей семье в первую очередь. Либо это некий такой вот что называется путь парадного входа когда чисто внешне в семье всё очень хорошо но за кулисами да вот в задних комнатах происходит не самая лучшая вещь. Вот при том обратите внимание на то что вы хотите чтобы девушка себя винила вас напрягает именно тот факт что ей понравилось. то обратите внимание на то что вы переживаете элемент разочарования в ней то есть вы говорите что вот я вспоминаю как я ее добивался писал и просто воспользовался то есть вы получается свое отношение к ней и свое восприятие ее ставите в зависимости от того как к ней кто-то отношился раньше и здесь можно сказать что вы не слишком уверены в себе а мнение окружающих для вас очень важно но это связано опять же с тем что вы вас скрываете что вы боитесь что вы решились что к вам будет относиться нехорошо если кто-то узнает из вашего окружения и прочее прочее вот вот подобная зависимость от мнения окружающих тоже не есть хорошо подобная зависимость от мнения окружающих тоже не самый лучший вариант не самый лучший расклад для вас вот поэтому в этом направлении вам тоже необходимо работать это вот именно что психотерапия да возможно психотерапия нужна вам обоим и вам и вашей девушке но как бы суть от этого не меняется да дальше значит начнем с начала сначала смириться с прошлым девушкам переписывайте вы ну вот если вы если вы сами подумаете да то вы увидите некое некое такое противоречие в том что вы написали с прошлым нельзя смириться или не смиряться прошлое оно 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 просто есть и все прошлое прошлое это это тот опыт который человек получает на протяжении своей жизни и без этого прошлого ваша девушка не была бы той кем она является сейчас то есть по сути той кем вы ее встретили по сути той кто вам понравился и так далее именно это прошлое помогло ей а а понять себя понять какая она понять чего она хочет и в том числе выбрать вас в ну свои партнеры а здесь как в какой-то степени проявляется ваша простите меня за такие слова личностная недрелость в том плане что вы считаете что опыт э человеческий опыт э появляется из ниоткуда сам по себе к сожалению это не так опыт появляется в результате определенных действий определенных впечатлений определенных переживаний и прошлое каким бы оно ни было способно этот опыт как раз таки дать я помню был такой вопрос на сайт его задавали в такой же примерной форме как и вы и суть вопроса была в том что там женщине изменил ее мужчина ее муж и вопрос был такой стоит ли с ним продолжать дальше отношения и вот собственно в чем суть суть в том что именно благодаря измене мужчина смог понять что ему по-настоящему важно именно благодаря измене мужчина понял что не хочет терять свою женщину не хочет терять свою жену а хочет быть с ней измена здесь это тот самый опыт благодаря которому человек стал тем кто он есть и ваша девушка которая вам не изменяла потому что все это происходило до вас до встречи с вами точно так же благодаря своему опыту благодаря своему прошлому может быть той кем она является сейчас вы же за счет того что идеализируете ее у данного процесса кстати говоря есть свои причины так вот за счет того что вы идеализируете ее вы не воспринимаете ее вместе с прошлым а воспринимаете ее отдельно то есть вам кажется что она отдельно а просто отдельно хотя на самом деле это конечно же не так потому что человек и прошлые неразрывные между собой связаны я надеюсь что вы это все таки примите примите для себя и так следующая значит по поводу смириться с прошлым девушкой да это вот как раз таки вот этот вот момент что человек это продукт в какой-то степени своего прошлого прошлого и если вы свою девушку любите если вы любите ее то вы принимаете не только ее но и ее прошлое если же прошлое ее принять не способны то значит вы не способны принять ее саму а значит дает вопрос о том насколько вы ее любите и любовь для этого ну понятно что поскольку у вас есть здесь идеализация то про любовь а можно говорить лишь только с некоторыми оговорками то есть я не хочу сказать что вы ее прям таки прям таки уж не любите но вероятно вот есть что это здесь еще помимо любви на это вот косвенно например указывает то что вы ее все же идеализируете идеализация это не совсем про любовь идеализация это больше про страх идеализация это больше про про то что нужно именно вам вот идеализация это про решение своих ну определенных трудностей и проблем за счет в том числе другого человека вот ну ни в коем случае это не про любовь которая продолжает в общем-то отдачу человеку того того что у вас например есть там и так встречаемся с девушкой уже около года я опускаю все красочные описания нашей любви сказали что живем душе многие знакомые удивляются насколько сильно мы подходим друг к другу ну здесь вы как неправдоксально говорите про мнения окружающих людей многие знакомые удивляются тому насколько мы подходим друг к другу то есть вы на это обращаете свое внимание на то что многие знакомые удивляются тому как вы подходите друг к другу не на себя вы ориентируетесь не на свое состояние да а на то как знакомые это оценивается и вы можете конечно сказать и скорее всего скажете вот скорее всего скажете что это просто игра слов что так вот ну просто вот вы так сказали и все вот но как бы то что вы сделали акцент на том что вам важно это много то есть причем есть что многие знакомые удивляются насколько друг к другу подходит ну вот причем какая разница что знакомые удивляются и по последнее времени все было прекрасно во всех аспектах нашей совместной жизни и отношения даже слишком что настораживало но здесь вы опять же говорите о некой тревожности своей на которую вам указал указал мой коллега ну значит Кудрячев Игорь Леонидович а вот то есть это тревожность связана с тем как вы относитесь к себе опять же как вы воспринимаете себя опять же да как вы прислушиваетесь к своим чувствам которые у вас есть и так далее тревожность тревожность это вот не контакт со своими чувствами ну и даже чтобы все было прекрасно во всех аспектах отношения это тоже в некоторой степени идеализация потому что все хорошо не было да есть какие то проблемы и более того проблемы нужны и вот относительно недавно я узнал о не лучшем бросом своей второй половинке все те самые но смотрите о не лучшем бросом своей второй плавинке а не лучшее прошлое вот именно именно не лучшее прошлое это оценка понимаете как бы вот в чём, в чём важность? Это оценка. То есть, вы взяли и, грубо говоря, оценили прошлое своей половинки, да, как и самое лучшее. Почему? Ну потому что это не укладывается в ваше представление о морали, например. Ну вот хочется спросить, да, почему вы считаете, что ваше представление о морали должны разделять те люди, с которыми вы находитесь в отношениях. То есть у вас свои представления о морали, у девушки свои представления о морали, вот. Здесь вы, на мой взгляд, ну, пытаетесь цепляться за эти, вот, ну, за эти представления о своей морали, как раз такие вот такие. Вот. Дальше идём. Значит, дело даже не в том, что у неё были партнёры для меня, это я могу принять. Оказалось, что она у тебя в групповом сексе за два года для меня с тремя мужиками. Понимаете, какая штука? Вот, просто понимаете, в чём дело. Дело здесь в том, вот, ну, вот всё дело. Всё дело здесь в том, что вами. Эппа лично вами воспринимается негативно. Вот. Понимаете? Какая штука? Ага. Именно для нас это является неприемлемым с вашей позиции. И всё было бы хорошо. Я имею в виду, всё было бы нормально, всё было бы в норме. Если бы, если бы, нет, но, но, а именно, вы отказываетесь нести ответственность за то, что вам, собственно говоря, важно. Предположим, для нас действительно неприемлемо. То, что девушка сделал. В принципе, вас можно понять. Потому что, ну, вот, такой вы человек, да, что для нас это неприемлемо. Хорошо. Если для вас это неприемлемо, то за свои, значит, взгляды, да, за свою точку зрения, за свою позицию нужно отвечать. Раз неприемлемо, значит, девушка вам не подходит. Раз неприемлемо, значит, девушка вам не по пути. Но вы с ней, как кажется, совершенно очевидным, не расстаетесь, вы продолжаете быть с ней в отношениях. Но при том, что вы с ней не расстаетесь и продолжаете с ней быть в отношениях, вы её обвиняете в том, условно говоря, обвиняете, не буквально, что она сделала. То есть, получается, вы мечтаетесь между своей позицией, которая у вас есть и на которую вы, в принципе, имеете право. Потому что, ну, ваше право считать вот так, как вы считаете. А с другой стороны, вы хотите быть с девушкой. И правда в том, что от чего-то придётся отказаться. Либо отказаться от неприемлемости того, что сделала девушка ради того, чтобы быть с ней. Либо отказаться быть с ней ради того, чтобы сохранить свою позицию. И то, и другое, сохранить не получится. Это точно называется компромиссом. И это то, к чему вы не готовы. То, в свою очередь свидетельствует о том, что вы, ну, в какой-то степени недостаточно зрелым. Личностно. Потому что на компромиссы идти как-то тяжело как раз-таки человеку незрелому. Вот, человеку, ну, в какой-то степени принципиальному, вот, а принцип это принципиальность, это как раз-таки незрелость, потому что здесь процесс эмоционально-сознательного решения, эмоционально-сознательного выбора заменяется просто принципом, вот. Который действует, ну, всегда и везде, вне зависимости от того, подходит это под ситуацию или нет. Дальше. Дальше. Если вы от чего-то защищаетесь, значит вам в чем-то видится угроза. И угроза в первую очередь самому себе. Вот. Жалость это, условно говоря, установка, что вы находитесь там, где быть не должны, что, собственно, является тоже деструкцией, потому что такого в жизни не забывает. Если человек, где человек где-то находится, то он находится ровно там, где он должен находиться. И, соответственно, жалость это оприцание реальности. Естественно, смотря на истоки, понимаешь, чем проблема детства и родителей. А почему вы не допускаете, что девушка просто сама захотела этого в качестве эксперимента? Почему вы обязательно ищите причину? Опять же, для того, чтобы в данном случае удержать образ девушки такой, какой он видится вам, каким он видится вам. Это, в общем-то, опять же, игнорирование. Игнорирование реальной ситуации. Вот. Игнорирование реального положения вещей, к сожалению. Потому что реального человека видеть вам не хочется, а вот сделать все для того, чтобы удержать образ девушки, которую вы сами себе составили. Это, да, это вам подходит. Ну, опять же, это не совсем про любовь. Дальше. Именуемый на Западе DGISOS. Проблема с отцом очень точно подпадает под описание данной особой. Но это вы рационализируете, даже немножко презрение у вас чувствуется. Более того, видно, что не только отец не давал ей необходимые заботы и любви. Она была кинута обоими родителями. Я все понимаю, что далеко ходить не надо. Однако от этого совсем не легче правильно, потому что к вам это отношение никого не имеет. Это просто рационализация и игра знаний. Так. Повторюсь. Я спокойно принимаю этот факт, что у нее было отношение до меня. Как у многих других людей, это абсолютно нормально. Но сейчас я в групповом сексе меня просто вымораживаю. В групповом акте. Чем? Чем вымораживаю? Картины и образы, которые всплывают в голове, не дают ни достаточку падать уровень секса. Ибо во время самоупроцессии молитвы проносятся эту мысль, соответствующей эмоциональной реакции АКГ. То есть вы болезненно реагируете на факт группового секса вашей девушки. С чем это связано? Давайте разбираться. Как вы воспринимаете групповой секс? Что он для вас значит? Возначает ли для вас это грязь? Возначает ли для вас это что-то еще? Отдаете ли вы себе отчет в том, что именно ваше восприятие группового секса мешает вам жить дальше? А девочка-то сама. Она как раз таки вам доверяет, раз рассказала об этом. Она как раз таки решила акт доверия. Дальше. Добавляет, конечно, дочь, она мне спокойно об этом сказала и до сих пор не понимает, что в этом такого. Я вот тоже, если честно, не очень понимаю, что в этом такого. Вот, сверхсерьезно. Я не понимаю. И дело не в том, что я должен понимать. Дело в том, что вам нужно определиться с тем, чего вы хотите. Если хотите быть с ней, вам нужно изменить отношение к этому. Если не хотите менять отношение к этому, с ней вы, скорее всего, не будете. Как она должна об этом говорить, неспокойно рассказывать и так далее, тоже не совсем здесь понятно. Я думаю, я могу сделать предположение, что вам хотелось бы, чтобы она говорила об этом, ну, более, может быть, истерично, более, может быть, негативно, для того, чтобы вы чувствовали себя лучше, чтобы вы были уверены в ней, чтобы вы были уверены в том, что это ошибка, что это вообще-то не про вашу действие. То есть вам было проще убедить себя в том, что тот образ, который вы себе построили, опять же, девушки, не разрушен. Ну, а даете ли вы себе отсчет в том, что образ девушки, который вы построили, связан с вашими желаниями, не имеющими ничего общего с отношениями и любовью? Дальше. Так, при этом, Андрейна говорит, что ей понравилось. Ну, вот я думаю, что это, честно, заставляет вас чувствовать себя плохо, что ей понравилось. Опять же, уровень доверия в отношении к максимальной, однако, даже не с теми фактами и словами о том, что ей понравилось, и в этом ничего не такое, меня просто убивают. Опять же, чем? Убивают чем? К чем для вас эти слова такие убийства? Аргументирую тем, что просто животные инстинкты, которые нам не видишь, что она была глупой, дали по списку. Вторая самооценка, когда я вначале сбивался, я писал, звонил и трепетно относился к каждой встрече, а кто-то просто пусть и давно воспользовался ей. А как связана ваша самооценка с тем, что кто-то давно ей воспользовался? Как связана ваша самооценка с тем, что вы ее добивались, писали, звонили и трепетно относились к каждой встрече? Кроме того, что девушку вы здесь воспринимаете как собственность, раз вы ее добивались, и теперь считаете ее вашей. Эти люди до сих пор живы и ходят по земле, не дай бог, чтобы судьба нас как-то свела. А что там такого? Где бы разочарования в себе переполняют меня? Из-за чего? Из-за чего разочарования? Разочарования в чем? Разочарования в чем вас переполняют? Поскольку я такого никогда не испытывал, хотелось бы получить совет или обсуждать, что ни с кем я не намерен. Но это ревность, а это ревность и неверенность в себе. Так как в моем круге этого не примет, отношение не только к ней, но и ко мне, и поменяется не в свою сторону. Но это говорит всего лишь о том, что ваш круг, круг, это в своем роде круг, как я уже сказал, полярного входа. Когда внешне все хорошо, а на самом деле люди друг друга не принимают. Это для нас не очень хорошие новости, но ваш круг не совсем искренний и люди, которые находятся в вашем круге, не совсем искренне к вам относятся. Плюс к всему этому достаточно интимный момент и о таком не принято распространяться, однако позвольте это сделать на права охранения на стену. Это у вас стереотип, что не принято. А если распространяться, это стереотип. Дальше, у нас действительно чистейшая, чем сильная любовь. Не могу согласиться, но то, что вы описываете, это не про любовь, по крайней мере с ваших сторон. А так я лично не описывался в деталях, ибо не люблю личную сентиментальность. Вы не любите личную сентиментальность, но при этом пишите, что добивался ее, писал, звонил, препетно относился к каждой встрече. Расставание с этим человеком сильно скажется на дальнейшей жизни. Я бы сказал, что любое расставание, так или иначе, сказывается на жизни отдельного человека, безусловно. Но тот факт, что сильно скажется, может свидетельствовать о наличии у вас эмоциональной зависимости от девушки. Что тоже, как бы, ставит под сомнение, к сожалению, факт наличия чистейшей, как вы говорите, любви. Опять же, чистейшая любовь не подразумевает подобных переживаний, которые есть у вас. Потому что, вообще-то говоря, чистейшая любви плевать на то, что было в прошлом. Частейшая любовь, она все-таки ориентирована на то, что есть сейчас, есть настоящий. Вот. В прошлом же интересуется не любовь, а прошлым интересуется, ну, я бы сказал, кое-что другое. В прошлом интересуется, как правило, эго-человек. То есть, то, что происходит, задевает ваше эго. А вот почему задевает ваше эго? Больший вопрос, потому что эго, в данном случае, ваше, неустойчиво. Это вопрос к вам. Почему ваше эго неустойчиво? Понимаете? Какая штука. И нужны вам здесь, с точки зрения профессиональной психотерапии, нужны вам здесь не советы, которых вы хотите, а нужна вам именно психотерапия. То есть, работа с вами. Работа с самооценкой, со страхом, с тревожностью, с прошлым и так далее. И вот это все вам необходимо. И когда, если, данную проблему свою, вы решите, вот, так то, да, ситуация будет в той или иной степени разрешена для вас. И вы получите реальный шанс сохранить с девушкой отношения. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова